Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ в рассвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Доброе утро. Доброе утро после рождественских праздников. Сердечно поздравляю всех с прошедшим Рождеством. Всех тех, кто отмечает этот религиозный праздник. Я также надеюсь, что у вас прошли и новогодние праздники в кругу семьи. Что они прошли в хорошем состоянии духа и здоровья. И, конечно же, на данный момент самая актуальная тема – это распространение вируса. Стремительное распространение этого вируса. Ну и, конечно же, начавшаяся, но пока еще очень медленная вакцинация. В новом году я хотел бы продолжить беседу с вами и в формате интернет нам. И я очень надеюсь, что вскоре и в студии. Но начну, пожалуй, с того, о чем мы нередко с вами говорили в прошлом году. А именно о том скепсисе, о недоверии к власти, которое часто выражается в игнорировании требований, связанных с эпидемиологической ситуацией, связанных с распространением COVID-19. Я уже нередко упоминал о том, что та степень недоверия, которая присутствует в обществе, недоверие прежде всего правительству и правительственной политике в области COVID, это не выражение, скажем, какой-то интеллектуальной темноты и, допустим, непросвещенности. Это нечто более глубокое. Это более глубокая форма недоверия, которая связана с многолетним, с десятилетним недоверием к политике правительства в области социальной, в области здравоохранения, в области экономики и так далее. Иными словами, не надетая таксистом маска, а маска, которая игнорируется, допустим, в магазине или какие-либо другие требования, которые игнорируются, это прежде всего симптом. Симптом какого-то более глубокого, сложного и длительного, я бы даже сказал, хронического социального заболевания, если мы можем так выразиться. И мы говорили о том, что, по сути дела, неолиберальная политика, неолиберальная экономическая политика позволила в Латвии увеличить как раз трещину между различными социальными группами. Мы видим, что в Латвии есть кричащее и довольно вульгарное богатство, которое хорошо себя демонстрирует, ярко демонстрирует себя летом в центре Риги или Юрмале. И в то же время мы видим окрестности Риги, в которых очень много примеров бедности, скажем, социальной маргинализации того, что политика и, скажем, социальная среда, они находятся в какой-то степени на разных берегах. У нас существует целый ряд глубоких впадин и трещин, которые, к сожалению, так легко невозможно ликвидировать. Навести маски между правительством и различными социальными группами нелегко, очень медленно и сложно. К тому же, к сожалению, и эта политика в Латвии тоже десятилетиями не была нацелена на включение интеграции. Я знаю, что для многих слово интеграция является уже почти ругательным, но так или иначе, я бы хотел сказать, что и в этом году целый ряд социальных и политических проблем, которые существовали в латвийском обществе до пандемии, никто не решил. Ну, и пока что никто не решает, но проблемы эти нерешенные не исчезнут. Именно поэтому и во время вируса, и после вируса, который, конечно же, после вакцинации постепенно сойдет на нет, целый ряд общественных актуальных тем не исчезнут. Они как раз наоборот станут очень острыми и поставят нас перед вопросом выбора, куда мы, как общество, собираемся направиться. Таким образом, мы видим в своих фантазиях, в своих чаяниях политику включения, политику участия. Мы, конечно же, говорим о различных меньшинственных группах, в том числе, конечно же, и о этнической интеграции, потому что все еще не решена актуальная проблема очень фрагментарного, скажем, участия в процессе политики. Речь идет, конечно же, о негражданах. Более 20 лет этот вопрос не решается, и поэтому приблизительно 10% латвийского населения вообще не участвует в политических процессах. Мы хорошо знаем предысторию этого процесса, мы хорошо знаем, каковы были аргументы, причины и обстоятельства для принятия подобного законодательства в конце 90-х годов. Но сейчас мы живем в 2021 году, в году, который показал нашу связь с глобальными процессами в мировом обществе. Мы знаем также, что в современном мире за последние несколько лет демократия оказалась под ударом, под множественными ударами, именно в контексте того, что во многом в мировом масштабе поднимается как раз право-радикальное популистское движение или движение. Целый ряд государств все еще являются диктатурами, которые ограничивают права и свободы человека. По сути дела ограничивают все то, что в конце 18-го столетия было провозглашено культурой просвещения, а именно то, что мы с вами сейчас можем слушать друг друга без каких-либо цензур, без ограничений. Все это и есть достижение того самого 18-го столетия, столетия просвещения, которое дало нам представление о правах человека как о чем-то, что нельзя у нас отобрать, потому что все мы от рождения являемся равными перед законом и свободными. Так вот, именно тема свободы в прошлом году, да я думаю, и в этом году будет особо актуальна, потому что свобода — это прежде всего ощущение свободы, ну и в какой-то степени практика свободы. Иными словами, это постоянное упражнение в свободе, если так можно выразиться. Свобода не может быть записана только на бумаге и отставлена в сторону как пустая формальность. Конечно, за свободу тоже нужно бороться, но мы видим, что совсем недалеко от нас, в Белоруссии люди уже который месяц пытаются бороться за свободу, а бороться мирным путем. И мы видим, что диктаторы этой страны постоянно придумывают новые средства для подавления свободы духа человека, если вот это у население, а кровопородство, справляясь с мирным населением. Мы видим также, что усиливаются диктаторские тенденции в России. Мы видим, что Китай является, по сути дела, гигантским тоталитарным государством. Ну и, конечно же, самые последние печальные события, о которых мы сегодня с вами поговорим, это попытка штурмовать Капитолий. И такой, как это не печально звучит, предпоследний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это, скажем, чудовищный цветок политического зла. Мы в прошлом году с вами довольно часто упоминали его и рассуждали на тему того, насколько он является источником опасности для стабильности демократии в мировом масштабе. Я думаю, что то, что произошло несколько дней назад, когда его направленная им толпа пыталась штурмовать Капитолий, пыталась прервать утверждение голосов на выборах нового президента, я думаю, что к подобному случаю, к подобной безумной эскападе не был готов никто. И это было удивлением, мне кажется, для самих республиканцев. И в какой-то степени можно, конечно, позлорадствовать. Республиканская партия, которая на протяжении четырех лет позволяла этому президенту делать все, что ему взбрело в голову, получила по заслугам. В какой-то степени он не только четко, последовательно угрожает образу этой партии в рамках американской демократии и политической структуры. Благодаря нему партия теряет, скажем, избирателей и последователей, но он, в принципе, замахнулся и на саму американскую демократию. Как мы хорошо знаем из истории, если мы вновь возвращаемся в упомянутый мной 18 век, то американская демократия действительно является даже более старой, чем французская республика, потому что как раз идеи французского просвещения в середине 18 столетия смогли создать особую атмосферу среди интеллектуалов будущей Америки, скажем, так называемых отцов-основателей американского государства, которые во многом под воздействием французского и британского просвещения смогли после окончания войны с Великобританией отделиться как бывшей колонии и создать новое федеральное государство. И в основе этого государства была, по сути дела, первая европейская конституция, которая четко и ясно сформулировала идеи французского просвещения о свободах и о неприкосновенности демократических процессов. А что собой представляет Трамп, об этом мы тоже с вами говорили в прошлом году, но я думаю, что нам стоит упомянуть еще раз некоторые основные тенденции, потому что, по сути дела, действительно то, что произошло, это не только вопиющее нарушение политической культуры страны, но это еще и сильнейший удар по образу демократии как таковому во всем мире. Мы не будем скрывать, что американская политическая идеология, скажем так, базируется как раз на неприкосновенности принципа демократического участия и свободы. Мы можем и должны, скажем, критиковать и американское правительство, как и любое другое правительство. Мне кажется, совсем недавно, несколько недель назад, в латвийской и латышской прессе прозвучала идея Дайниса Иванса, одного из отцов третьей атмады национального, скажем, возрождения в конце 80-х годов 20-го столетия о том, что сейчас не время критиковать латвийское правительство. Я не могу согласиться с этим выдающимся интеллектуалом и политиком, потому что в латвийской культуре как раз не хватает культуры критики правительства. И правительство нужно критиковать постоянно. Именно критика правительства и есть практическая форма реализации демократии. Без этого мы как бы постепенно сдаем позиции самой демократии. Демократия — это всегда критическая рефлексия по поводу того, что происходит вокруг меня. По той простой причине, что в правительстве не есть нечто, что висит в воздухе над нами, как, допустим, роскошная люстра или, допустим, какой-то лозунг или символ ничего божественного. В этом нет. Правительство есть всего лишь выражение наших множественных и очень разных интересов, которые мы на основе конференции можем реализовывать в демократическом формате. Я знаю, что и в Латвии есть много тех, кто поддерживает Трампа. Давайте попробуем рассмотреть, почему он опасен. Во-первых, он опасен тем, что с точки зрения эмоциональной он, конечно же, не стабилен. И уже даже из рядов его собственной партии звучат довольно четкие голоса о том, что этот президент безумен, что его нужно было бы максимально быстро отстранить от власти хотя бы на эти две недели до того, как в должность вступит новый, следующий и, к счастью, более прогнозируемый президент Соединенных Штатов. Потому что на самом деле на данный момент, если мы совсем сгущаем краски, мы говорим о, в какой-то степени, президенте, шаги которого просчитать нельзя. Хотя я понимаю, что даже ближайшее окружение этого человека не в состоянии понять, что он будет делать завтра. И в то же время он все еще является главнокомандующим американских вооруженных сил. И параллельно с этим также и обладателем, условно говоря, атомной кнопки. Так что в какой-то степени справедливость существует. Партия республиканцев получила теперь на сроках безумного президента с ядерной кнопкой и будет дрожать теперь еще две недели до окончания срока его полномочий. В то же время, к сожалению, в глобальном пространстве дрожать республиканцев совсем нам, потому что никто не думал, что несколько суток назад вечером мы увидим новости о том, что те, кто находится, условно говоря, под воздействием пьянящего лозунга «Сделаем Америку снова великой», направятся на Капитолий. И в какой-то степени превратился в толпу, в пепеев, в тех, кто будет нарушать законы и требования порядка, ворвутся в помещения, начнут там улюлюкать, скажем, разбивать мебель и так далее. То есть, иными словами, мы говорим о нового вида, скажем, цифровой толпе, которую можно превратить в определенный, скажем, ресурс насилия, используя социальные связи. Мы хорошо знаем также, что Twitter и Facebook заблокировали на какое-то время аккаунты безумного президента. И я думаю, что в то же время надо сказать, что Трамп, каким бы он ни был оптимизматором, он в какой-то степени все-таки является одним из носителей того, что мы называем радикальный популизм. Этот человек до самого конца не может и не желает принять реальность, вернее, он прекрасно реальность знает. Он великолепно знает о результатах выборов, он прекрасно знает распределение голосов и знает систему утверждения результатов выборов. Весь административный поток, вся административность процесса ему хорошо известна. Он окружил себя множеством, я думаю, небесталанных советников и мыслящих людей. Но в то же время это как раз тот человек, который, зная правду, зная реальность, брутально ее насилует и уничтожает. Потому что он как раз и является крайним, самым ярким примером того, что может совершить разгульный, скажем, огульный, неолиберальный политик, который игнорирует правду, манипулирует ее и является классическим популистом. Все те, кто были посланы им штурмовать Капитолий, это люди, которые, по сути дела, являются скорее заложниками того информационного пространства, в котором мы все живем. Прежде всего, это огромный поток новостей, которые проверить просто не у кого нету сил и возможностей. И в жизни это те люди, которые выражают в своих действиях тревогу, неуверенность, страхи. И поверьте, нет ничего более ценного и нет ничего более важного, чем эмоции и страхи. Их необходимо уважать, их необходимо понять. Но в том же и дело, что такие право-ратекалы и популисты в Америке или популисты в Голландии, АФД в Германии или, например, такие политические силы, которые деструктивно влияют на демократию в Латвии как национальное объединение, такие политики, которые манипулируют общественным сознанием, подчеркиваю, это мое личное мнение, ГОБЗЭМС и прочее, прочее. Я думаю, что эти люди во многом прекрасно знают и могут просчитать, скажем, вектор направления страхов. Они прекрасно знают, что людям важно не потерять работу, людям важно, скажем, важно качество медицинского обслуживания. У большинства людей в Латвии нету страховок, большинство людей вынуждены долго ждать в очередях, они вынуждены быть зависимыми от того, что на протяжении десятилетий латвийские неолиберальные правительства уничтожали сектор здравоохранения, я подчеркиваю, уничтожали именно тем, что не повышали зарплаты, не реагировали на социальные нужды врачей, медсестер, технических сотрудников и так далее, закрывались больницы под лозунгом оптимизации, происходил целый ряд финансовых и политических скандалов в правлении, в больнице и так далее, и так далее. Иными словами, скажем, невозможность создать эффективность системы здравоохранения тоже является большим источником страхов и неуверенности населения. Именно поэтому, если все это окружается, плюс люди видят, что кто-то благодаря тому, что подключается к коррупционным схемам и системам, процветает, обогащается, все это в результате превращается в довольно опасную и гремучую смесь. Почему? Потому что во многом это ощущение безнаказанности, ощущение того, что, скажем, социальные, правовые, культурные механизмы, которые призваны обеспечивать качество жизни, равноправие, свободы, свободы для всех, не только для богатых, но для всех, они не работают. И мы во многом видим то, что на протяжении этих десятилетий латвийская политическая элита выбрала именно довольно брутальный неолиберальный формат экономики и социальной политики. В результате получилось, что была создана полоса отчужденности, была создана, скажем, трещина, такой котлован, и все эти негативные явления четко, ясно дали себя понять и почувствовать в процессе, когда правительству нужно как раз согласие общества для того, чтобы вместе в одном направлении отправиться и в какой-то степени участвовать вместе в борьбе с пандемией, которая действительно не разделяет людей ни по возрасту, ни по социальному статусу и угрожает состоянию здоровья любого. Так вот, возвращаясь к Трампу, я думаю, что трампизм как принцип, как вульгарный принцип политического, скажем, упрощенного мировосприятия актуален и на логовом почве мы знаем, что Кайминч, Гобземс, Дзинтерс и многие-многие другие являются представителями политической культуры. Опять же, подчеркну, что это мое собственное мнение, оно не является мнением радиоболком. И это мнение тоже есть возможность выражаться по поводу политической элиты, это и есть суть демократии, и этим я бы хотел вместе с вами заняться на протяжении наших дискуссий в этом году. Спасибо. Хотел упомянуть момент. Случай с Капитолием показывает, что нету границ для страшных сюжетов о разрушении демократии, в то же время не хотелось бы заканчивать эту часть нашей дискуссии на печальной темной ноте. Я бы хотел упомянуть о том, что все-таки американская политическая культура выжила, даже после подобного потрясения, после подобной трещины, брешь все-таки оказалась небольшой, и обе партии смогли воссоединиться после того, как Капитолий был очищен от толпы, и закончить юридические процессы, которые утвердили нового президента. в какой-то мы можем сказать, что вскоре, если Трамп не набедокурит опять через две недели в американской политической культуре, а тем самым и в глобальном политическом мире, будет новый период. Конечно же, это будет период, скажем, при котором придется разгребать те проблемы, заторы и руины, которые совершил Трамп. интересное замечание у меня, как для человека, который пытается следить за политическими процессами, очень фрагментарно и очень неполно, как быстро можно разрушить предыдущее наследие, например, Барака Обамы, человека, который пытался ввести некоторые элементы социальной политики и политики здравоохранения в американском обществе, которое, еще раз, подчеркиваю, пропитано неолиберализмом и идеей того, что выживает сильнейшее. А теперь хотел бы вернуться к теме, с одной стороны, столь же актуальной, с другой стороны, более, может быть, камерной. Я знаю, что до сих пор в латвийском населении существует скепсис даже по поводу прививок и вакцинация все еще является для многих, скажем, в их восприятии некоторой угрозой. Я думаю, что, опять же, это характеризует скорее не конкретного человека, который отказывается от прививки. И нам не стоит указывать на него или на него пальцем и говорит, вот, темный, не знает, понимает. Боязнь есть во многом недостаток информации, недостаток информации и проблемы правительства, проблемы тех структур, которые отвечают за просвещение. И да, я бы хотел снова вернуться к теме просвещения. Я никак не могу покинуть 18-е столетие, о котором мы сегодня с вами и однократно говорили, но я думаю, что именно в этом контексте нам важно понять, что отказ от прививки, так же, как и отказ отношения маски, есть нечто другое, нечто, что характеризует скорее отношения между политической элитой и общества. именно поэтому я хочу вам рассказать о очень личностном опыте. Несколько дней назад, вернее, под самый финал прошлого года я заразился ковидом. Скорее всего, это произошло после путешествия. Я соблюдал карантин или изоляцию. Сейчас вряд ли правильно припомню, что я должен был соблюдать. Скорее всего, это была самоизоляция. Но в любом случае так получилось, что симптомы оказались довольно явными. Я записался на тест и анализ выявил то, что у меня позитивный ковид-тест. Я хочу сказать, что довольно быстро и очень оперативно все соответствующие службы со мной связались. Меня детально расспросили о симптомах, о моем самочувствии. Указали, что я имею право делать и что мне запрещено. И в то же время я хочу сказать, что все те, кто считает, что ковид это выдумка или заговор и так далее. Подобные версии существуют. Я могу сказать, что это довольно неприятное, по сути дела, гриппозного характера заболевание. И, к сожалению, как уже упоминали эксперты, люди, которые в этом куда более сведущие, я абсолютный профан, я всего лишь пациент, заболевший. этот вирус действительно влияет на, скажем, состояние разных органов. Это и в степени бронхитные явления, это и главные боли, боли в глазах. У кого-то это высокая температура, которая длится довольно долго. У меня были довольно сильные мускульные боли, условно говоря, крутило и вертело, ночью было ощущение, скажем, такого артритного состояния. Состояние это повторялось несколько ночей. К сожалению, увы, с выздоровлением от этого вируса, как говорят медики, на основе исследований и анализов заболевания, это не покидает человека сразу, остаются какие-то следы и отпечатки, не у всех и не всегда, но вероятность довольно высока. Именно поэтому я хочу сказать, что все те, кто все еще отмахиваются и неправильно носят маски, не надевая их на нос или, например, таксисты, которые упорно делают вид, что с ними ничего не произойдет. К сожалению, среди подобных таксистов было довольно много пожилых людей, которые являются в особой группе риска. Пусть они, может быть, переслушивают нашу программу и, может быть, пусть послушают мои собственные впечатления. Это довольно неприятные болезненные ощущения, которые сохраняются на протяжении некоторого периода времени. Именно поэтому я очень советую вам оберегаться и прежде всего даю экспертом, если уже не политикам. Но во многом именно недоверие к политикам, мне кажется, является, я уже понял, симптомом другого социального заболевания, а именно заболевания общественного недоверия и, скажем, в какой-то степени отчужденности нашего населения от политической элиты или, наоборот, отчуждения политической элиты от латвийского исцеления. Как преодолеть, я думаю, конечно же, через гражданное участие, а именно поэтому как можно больше голосов, которые будут указывать на критическом моменте на гражданской политике. И хотя многие из вас наверняка, слушая мой рассказ, подумают опять об в образе, скажем, неграждан и скажут, ну, что мы можем сделать. Даже если вы неграждане и вы не хотите вызоваться, хотя такая возможность существует довольно давно, я всегда призываю к натурализации как возможной форме участия, то у вас есть возможность основывать общественные организации, участвовать в сборе подписей и так далее, и так далее. Иными словами, все это возможно. Именно поэтому я сегодня хотел бы на этой более оптимистической ноте может быть завершить нашу дискуссию или вернее поставить многоточие, потому что мы в рамках наших дискуссий зима близко, как я уже упомянул и в интернете, и будем продолжать дискуссии на те темы, которые не приходятся по двору, или неактуальные, или же может быть маргинальные. Именно поэтому формы гражданского участия, влияние на политику или может быть даже более рационального гнева и недоверия, все это мы обсудим с вами в рамках этого года. Я бы хотел в данный момент выразить благодарность радио Балком за возможность продолжать нашу дискуссию, хотел бы поблагодарить руководство и редакцию Балкома, а также Редеона Золотарева, который годами обеспечивает качество эфира для того, чтобы мы могли с вами общаться. И прежде всего хотел бы пожелать вам здоровья, крепкого здоровья, веры в то, что мы можем влиять на будущее. И, конечно же, берегите себя в обстоятельствах пандемии. Пожалуйста, обдумайте возможность иммунизации, возможность вакцинации. Это было выдумано в том же 18-м столетии. Мы хорошо помним скепсис многих правителей тогдашнего периода. Например, французские короли относились к вакцинации очень подозрительно, за что и поплатились оспой. А российская императрица Екатерина была довольно просвещенной принцессой севера германского княжества, привила также своих Александра и Константин и показала тем самым пример придворным и широким слоям населения. Так что, я думаю, нам стоит возможно вернуться в прошлое и вспомнить о том, что просвещение есть плод человеческого разума. Вспомним также слова Канта, который говорил о том, что нам необходимо достигнуть совершеннолетия нашего сознания для того, чтобы никто не мог это сознание поработить. И тем самым через знания могли стать свободными. Этого я желаю. Благодарю еще раз вас всех за внимание. Светлых вам праздников, которые вы еще возможно отмечаете. И всего самого светлого в новом 2021 году. Встретимся с вами вновь через неделю и обсудим актуальные вопросы и темы следующей недели. Благодарю вас и до свидания. До свидания.